добрый день дорогие друзья начинаем наш очередной эфир из серии в цире и в мире и сегодня я хотел бы поговорить по поводу очень такого интересного вопроса это иммунный фактор бесплодия и не вынашивания беременности дело в том что как ни странно несмотря на то что тема это разрабатывается на протяжении нескольких десятилетий порой мы встречаем непонимание со стороны целого ряда специалистов которые занимаются персильности о том что такое иммунный фактор бесплодия как его интерпретировать когда он встречается и что с этим нужно делать и порой приходится слышать такие вещи когда пациентка приходит на консультацию что вот я участвую в какой-нибудь там онлайн группе где участвуют пациенты и врачи в нашей группе участвует крутейшие репродуктологи эти все крутейшие репродуктологи говорят что нет никакой иммунологии репродукции не нужно никакого логического обследования все это какая-то ерунда ничего не доказано и так далее так далее и вот о чем здесь нужно говорить то есть начинаем всегда говорить о том что вообще говоря феномен беременности то есть иммунологический феномен беременности который был осознан уже несколько десятилетий назад по крайней мере в середине 50-х годов вышла очень важная статья петра брайана медовара очень крупный специалист который получил нобелевскую премию за открытие иммунологической толерантности и они когда занимались своими исследованиями вот эта группа которая потом заложила основы учения об иммунологической толерантности они взяли беременность как модель потому что питер брайан медовар он поставил вопрос абсолютно правильно как может выжить аллогенный трофобласт то есть аллогенная беременность внутри потенциально опасного для беременности и для этого трофобласта тканевого окружения материнского организма потому что ребенок наследует половину своей гены от отца и поэтому он только на половину родной материнскому организму это разница она очень большая то есть можно взять любой орган любую ткань и пересадить из организма мужа или даже от ребенка уже рожденного пересадить материнского материнский организма эта ткань будет отторгаться это может быть плоскот кожи органы так далее тогда то есть орган пересажены от ребенка к матери и наоборот будут отторгаться и это связано с тем что материнский организм и плод или будущий ребенок они в антигенном отношении друг от друга значительно отличаются и вот заслуга петра брайана медовара заключается в том что он первый очень четко поставил проблему что существует вот такой иммунологический феномен беременности он не называл это слово иммунологическим парадоксом это к сожалению просто ходячая достаточно штамп когда начали говорить о том что беременность это иммунологический парадокс пина питер брайан медовар такого слова в своих публикациях никогда не использовал то есть он называл иммунологический феномен беременности то есть стоит что существует такое явление когда плод выживает в полости матки а и очень большой вклад в изучение явлений генов тканевой совместимости то есть и человек генов человека и человек это х юмор люка сайт энти джинс то есть антигена лейкоцитов человека это частный случай который у млекопитающих обозначается как mch комплекс мэджер из кистокомпатибили ти комплекс то есть это общее обозначение всех видов вот этих тканевых генов генов тканевой совместимости для всех абсолютно видов млекопитающих просто у каждого вида он будет иметь отдельное свое название в частности у человека будет иметь название и челы это просто для того чтобы вы понимали что публикациях которые относятся к человеку mch и и челы это одно и то же то есть я человек просто вот частный случай главного комплекса гистосовместимости который используется для которые используются для обозначения именно главного комплекса гистосовместимости человека и вот в классических исследованиях досы которые шли в но начиная с 50-х годов но основные как бы эти исследования шли в 60-е годы использовалась модель беременности тоже то есть использовались использовалась сыворотка крови много рожавших женщин которые контактировали на протяжении девяти месяцев беременности во время каждой беременности с антигенами плода и в ответ на эти антигены плода развивались различные монологические реакции вот эти сыворотки используясь для того чтобы определить какие вообще бывают антигены тканевой совместимости как они работают выработать классификацию этих антигенов тканевой совместимости сейчас это уже стало ну такой стройный достаточно хорошо изученные системы а тогда когда все начинали просто шли на ощупь поэтому какой-то степени вот эти случайные названия антигены лейкоцитов человека и так далее вот поэтому в этом отношении шли большие исследования на модели человека потому что именно беременность явилась той моделью которая позволила изучить наличие самих антител по отношению к различным антигенам тканевой совместимости и было показано что беременность не является инертным состоянием безразличным для организма матери где ребенок просто как некий такой имплант инертный пересажен и за счет вот этой инертности он просто спокойно существует внутри организма женщины на протяжении девяти месяцев и потом просто прекращает свое пребывание внутри утробы матери выходят наружу и говорит но спасибо за то что девять месяцев мне предоставили укрытие и тогда параллельно шли очень большие интересные исследования экспериментальной к при которых было показано что во многих случаях именно непохожесть между матерью и ребенком по антигенам тканевой совместимости дают именно дают нормальное течение беременности более успешную плацентацию более успешно и более крупных детенышей у мышей и так далее так далее то есть было показано что существует определенные иммунологические взаимодействия которые происходят внутри организма матери на вот этой границе взаимодействия ткани плода материнский организм которые могут быть очень очень значимы для успешного сохранения беременности и вот все последующие годы которые были и десятилетия которые шли вот но начиная условно с начала 70-х годов были посвящены изучению феномена того что же происходит на самом деле во время беременности почему беременность сохраняется в одном случае или в другом случае не сохраняется почему она отторгается почему эмбрионы которые поступают полость матки не приживаются и здесь одна теория сменяла другую и если в 70-е годы прошлого века доминирующие концепции такой рабочие было наличие так называемых блокирующих антител что это такое то есть что допустим есть трофобласт который развивается в полости матки плодное яйцо который развивается полости матки вот против этого плодного яйца развиваются антитела внутри иммунной системы матери эти антитела просто закрывают связываются с вот этими чужеродными антигенами на поверхности трофобласта маскирует их от иммунной системы матери и делают их незаметными для иммунной системы материнского организма ну достаточно абсурдная такая была теория хотя в принципе действительно против трофобласта развиваются антитела и действительно в большинстве случаев они не оказывают никакого повреждающего действия но вот это вот концепция блокирующих антител она безусловно должна считаться очень очень архаичным а дальше когда уже иммунология развивалась то есть это уже восьмидесятые девяностые годы прошлого века четко совершенно но когда шло изучение иммунной системы параллельно шло и понимание того что же на самом деле происходит внутри полости матки когда развивается беременность и вот такой структуры может быть в том числе и трофобласт и если развивается такой вот неблагоприятный клеточный ответ в ответ на трофобласт но тогда часть клеток трофобласта разрушается процесс плацентации происходит недостаточно хорошо закладка плацентарной функции происходит неполноценным и такой беременности гораздо тяжелее выживать вот и вот первое что вы должны понимать это то что существует два вида иммунного ответа и у каждого человека у каждого организма у каждого индивида на различные виды стимулов чужеродных будет развиваться либо преимущественно гуморальный иммунный ответ то есть образовываться будут антитела либо преимущественно клеточный иммунный ответ будут образовываться клетки киллера и вот соотношение между клеточным и гуморальным ответом на различные факторы она будет различна в зависимости от того какова иммунологическая конституция данного человека какова природа тех стимулов с которыми он сталкивается и какие к фактор различные могут быть внутри организма когда возникает когда формируется тот или иной иммунный ответ вот и вот эти два вида иммунного ответа клеточные гуморальные они обозначаются по тем типам клеток хелперов которые обеспечивают развитие иммунного ответа либо в сторону гуморальную когда образуется антитела либо в сторону клеточную когда образуются когда образуются клетки киллеры это иммунный ответ потенциально очень невыгодный для беременности потому что образуются клетки киллеры основная задача которых является борьба с чужеродными клетками чужеродными тканями и если образовались клетки киллеры против трофобласта то тогда соответственно повышается риск иммунного ответа который который дает уничтожение клеток трофобласта и создает очень серьезную помеху для имплантации то есть вот это вы должны понимать h1 иммунный ответ при прочих равных условиях не выгоден для беременности а при формировании иммунного ответа в сторону образования антител то есть сторону гуморального иммунитета там участвуют клетки хелперы которые вырабатывают преимущественно на первом этапе интерлекин 2 и поэтому вот эти вот направление иммунного ответа которые формируются сторону гуморального ответа называется th2 иммунным ответом следование которые проводились очень активно в 90-е годы да и в двухтысячные годы в первой половине вот нулевых двухтысячных годов четко показали что при беременности происходит иммунологическое отклонение то есть идет отклонение иммунного ответа материнского организма в сторону гуморального иммунитета и некая супрессия клеточного иммунитета и вот это назвали логической девиации и это была очень хорошая и важная рабочая концепция которая позволяла объяснить почему беременность сохраняется потому что вот возникает система сигналов внутри материнского организма которые уменьшает именно образование и активность клеток киллеров которые потенциально могут атаковывать трофобласт то есть вот это очень очень такой важный был момент который который очень значим для понимания того что происходит в организме и одновременно параллельно вот с этой вот учением об иммунологической девиации то есть об изменении направленности иммунного ответа в сторону более выгодную для материнского организма и тем самым сохраняющего беременность развивалась концепция о супрессии специфического иммунного ответа когда формируется иммунный ответ на какие-то конкретные стимулы и конкретные конфигурации пространственные молекул на чужеродной ткани в сторону естественного и и усиление естественного иммунитета и